Перед нами тренинг «Разбираемся в теме свободы слова». Оксана, почему у этого тренинга фиолетовая обложка? У нас в коробке сделано «Медиабокс» три типа тренингов. Создаем, осваиваем и разбираемся. И эти тренинги выстроены по логике «Создаем это ремесленные навыки», мы учимся создавать контент в различных его формах, осваиваем это, мы комбинируем различные навыки для того, чтобы создавать медиапродукт более сложный, чем конкретные элементы или конкретные форматы. А разбираемся – это более глубокое понимание медиапроцессов, вообще всего медиапространства, которое нас окружает. И если раньше эти навыки были нужны в основном профессиональным группам, кто работал в коммуникации, то распространение интернета и социальных сетей сейчас заставляет разбираться об этом достаточно глубоко любого человека, кто в медиаполе погружен. Например, тема «Свободы слова» проходит у нас в формате дебатов. Мы учимся правильно, аргументированно высказывать свое мнение, внимательно слушать оппонентов, подбирать контраргументы и вести вообще продуктивный вот такой вот диалог. Для этого в папке, разбираемся в теме «Свободы слова», у нас есть вот такие вот замечательные разноцветные раздаточные листы. Здесь вы сможете записывать аргументы, контраргументы и вообще следить за кодом самого тренинга. Такие листы потребуются в довольно большом количестве на каждого участника тренинга. В электронных материалах лежит файл, который вы сможете дополнительно распечатывать. Также для этой папки предусмотрена вот такая вот презентация под названием «Дебаты». Ее желательно вывести на экран уже на втором этапе тренинга и затем не убирать, а только перелистывать слайды. Здесь показано, какой этап дебатов за каким следует, что такое контраргументы, что такое блокирование, кто такой таймкипер и много-много других полезных терминов и определений. В случае с дебатами, если я правильно понимаю, просто так автоматически навык квалифицированной дискуссии не получается у человека, его нужно тренировать. Да, конечно. И вот дебаты для нашей папки – это всего лишь, так скажем, первая ласточка, первая попытка провести продуктивное обсуждение. Механику дебатов вы сможете использовать и на других терминах, тренингах, когда обсуждаете какие-то сложные темы. Например, когда обсуждаете, почему люди так активно распространяют фейковую информацию, почему люди так активно нарушают авторское право. Попробуйте эти тренинги провести тоже в формате дебатов, подняв какой-то сложный вопрос для обсуждения. Таким образом, сам формат дебатов получается таким зонтичным, который можно использовать не только в рамках темы «Свобода слова», то, что описано в методичке, в сценарии нашего тренинга, но и, возможно, взять какую-то тему, которая выходит вообще за рамки коробки «Сделанная медиабокс». Да, это так. И как раз в квестбуке мы предлагаем какие-то дополнительные задания, которые вы тоже можете выполнить для того, что, во-первых, лучше отработать навык дебатов, во-вторых, попробовать подискутировать на другие, не менее сложные темы. Например, участники могут сами выступить организатором дебатов, предложив какой-то интересный вопрос для обсуждения. Они могут попробовать провести дебаты в социальных сетях или на специализированных сервисах, которых может быть не так много, но есть интересные варианты, один из которых мы прикрепляем в виде ссылки на мануал «Сделано медиа». Или, например, продолжить обсуждение темы свободы слова и собрать разные точки зрения, которые высказывают публичные люди – журналисты, корреспонденты, чиновники, просто ваши знакомые. Почему бы и нет? Мне кажется, что формата дебатов очень сильно не хватает на наших основных телевизионных экранах, которые распространяют совсем другую культуру обсуждения вопросов. Мы чаще слышим крик с экранов телевизоров, нежели спокойные квалифицированные дискуссии. И тем, кто пройдет этот тренинг, и кто сможет удержать свои эмоции в рамках и сконцентрироваться именно на обсуждении вопроса, достаются стикеры, достаются наклейки, которые наклеиваются в квестбук. Они отмечают некий этап освоения медиапрограммы, которая заложена в коробку «Сделано медиабокс».